В США арестован россиянин, подозреваемый в шпионаже, газета, политика. Александр Братерский в США арестован россиянин Евгений Буряков, подозреваемый в сборе секретной информации для СВР. Согласно обвинению, разведчик, работавший под прикрытием сотрудника одного из отделений российских банков, вербовал американок из финансовых кругов, получал закрытые правительственные документы от владельца казино и даже давил на профсоюзы в третьей стране, чтобы добиться нужного России контракта. Сам Буряков свою вину отрицает, Германия выгнала хорошего друга. Германия пошла на беспрецедентный шаг, выслав из страны представителя ЦРУ в Берлине. Это стало реакцией на второй случай шпионажа сотрудников. Американские власти заявили поздно вечером в понедельник, что Евгений Буряков предстанет перед судом. Помимо него под подозрением в работе на разведку оказались еще двое россиян – Игорь Спарышев из Таркпредства РФ и Виктор Поддубный, работавший в российском представительстве в ООН, однако они успели покинуть территорию США. Федеральный суд предъявит Бурякову обвинение 9 февраля, ему грозит до 10 лет заключения. Российские власти пока не комментируют случившееся. Сам Буряков свою вину отрицает. Как заявил вечером в понедельник прокурор Манхэттина Прид Пхарара, арест Бурякова демонстрирует, что российские шпионы продолжают орудовать среди американцев под покровом секретности. Согласно материалам следствия, Буряков, проходящий под кличкой Женя, трудился в офисе одного из российских банков в Нью-Йорке, а Надели являлся кадровым сотрудником службы внешней разведки России. В Нишеканамбанк, Веб, уже признал, что Буряков действительно работает заместителем представителя банков США, уточнив, что информация о деталях произошедшего не располагает. Бурякову предъявлено сразу несколько обвинений, среди которых незаконная попытка заниматься лоббизмом в пользу иностранного государства без регистрации в Конгрессе. Речь идет о пресловутом акте о регистрации иностранных агентов, на который ссылались российские законодатели, принимая закон об НКНУ, иностранных агентах, хотя на самом деле принципиально изменили его. Кроме того, Бурякова обвиняют в попытке завербовать американских граждан. В документе упоминаются две женщины, одна из которых работала в финансовой компании в Нью-Йорке. По версии следствия, Буряков и его подельник Игорь Спарышев из Таркпредства РФ встречались несколько раз с марта 2012 по сентябрь 2014 года для обмена полученной разведывательной информацией. Документы они называли билетами, хотя ни кино, ни театров, ни спортивных мероприятий не посещали. Одно из дел, которое курировал Буряков, заключалось в попытках помочь компании из неназванной третьей страны создать предприятия в России по производству самолетов. Сделки препятствовали тамошние профсоюзы, опасавшиеся потери рабочих месть собственными гражданами, и в задачу Бурякова входило добиться их согласия. Стоит отметить, что ранее Владимир Путин заявлял, что защита экономических интересов российских компаний входит в задачи разведки. Буряков, как утверждается в обвинительном заключении, также встречался в городе Атлантик-Сити с бизнесменом, который планировал открыть казино в России. Тот рассказал, что имеет контакты в правительственных кругах и может передать ему внутренние документы о высокопоставленных россиянах, против которых США ввели санкции. Он отдал ему и закрытые данные о российских банках, находящихся под санкциями, однако на этом документе не содержалось грифа секретно. Как отмечает Huffington Post, со ссылкой на американские власти, Спарышев и Буряков, в частности, использовали в своих целях российских журналистов, которых просили задавать нужные вопросы во время интервью с сотрудниками Нью-Йоркской товарной биржи. Из разговоров агентов, записанных сотрудниками ФБР, следует, что оба были недовольны тем, что работа по сбору информации в США мало напоминала настоящую шпионскую романтику. «Я думал, что поеду за границу под чужим паспортом», говорил Спарышев. «Очевидно, мечтавший о карьере разведчика нелегала». Зато выглядел Спарышев как настоящий мочой и даже походкой напоминал Шварценеггера, вспоминают в разговоре с газетой «Ры», знавшие его российские дипломаты. Он также поощрял интерес старшего сына к военным играм. Девятилетний мальчик учился хорошо, но рос достаточно агрессивным. Одна из родительниц вспоминает, что Спарышев-младший, обозлившись на одноклассников, угрожал сделать бомбу и взорвать школу. Если до Крыма супруги Спарышеву приятельствовали с украинскими дипломатами, то после перестали звать их в гости. Знакомые утверждают, что именно после этого они стали проявлять достаточно агрессивный патриотизм. 25 лет заправал Анны Чапман полковник Александр Потеев, сдавший сеть российских агентов в США, заочно приговорен к 25-му годам заключения. Отбывать наказание ему вряд ли придется. Расследование этого дела ФБР начало в 2010 году вскоре после разоблачения нескольких россиян, которые также работали на разведку. Среди них знаменитая Анна Чапман. Шпионы были арестованы в США, одного из них пытались задержать на Кипре, но ему удалось сбежать. Впоследствии разоблаченные агенты были обменены на россиян, работавших на американскую разведку. Арестованные тогда разведчики пали жертвой двойного агента, сотрудника СВР Виктора Потеева, работающего на ЦРУ. Чапман и ее коллегам также было предъявлено обвинение в попытке нарушения закона об иностранных агентах. Интересно, что, согласно прослушкам ФБР, Спарышев и Буряков обсуждали деятельность разоблаченных ранних агентов, они ничего не делали. Может, у них и было такое задание, ничего не делать. Они были в США в спящем состоянии. Спящими называют агентов, которые пророй годами и живут своей жизнью в стране пребывания, но разведка, на которой они работают, может прибегнуть к их услугам в любой момент. Твит. Комментарии.